Московое имя Господа Гали, плача и приняв покровительство лодочных стоп Москвы Нитянанды, или, можно сказать, приняв покровительство лодочных стоп Гуру, который является представителем проявления Господа Нитянанды, человек может освободиться от всей материальной спирты. Когда мы получим милосипы, мы получим древо. Когда я смогу избавиться от этой Майя самсары, от семьи, в Майя. И когда же я стану достойным войти о Вриндава? Вриндава – это место Игоря Бхагавана Кришна и Симати Радхарани. То есть, если я получил милосипы Рупага Лунат, Рупага Славы и Рунат Дас Куслани, то, как я могу понять? Как я могу понять сладость супружеских игр? Игорь Бхагавана Кришна и Симати Радхарани, Рупага Славы и Рунат Дас Куслани. Игорь Бхагавана Кришна и Симати Рунат Дас Куслани, Рупага Славы и Рунат Дас Куслани. Игорь Бхагавана Кришна и Симати Радхарани, Рупага Славы и Симати Радхарани, Рунат Куслани. Субтитры подогнал «Симон» 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 Если мы принимаем Магавану Кришну в качестве своего друга или проживателя и пытаемся вернуться к нему, то все становится для нас очень спокойным и исполненным блаженством. Так много длинного свет, в некоторых местах, в некоторых местах, нет солнечного свет, не страдает. Люди страдают очень много, когда нет свет, мы ставим свет, когда нет так много холода, Индия – очень холодная страна, поэтому мы ставим электрический свет, если нет свет, зажигаем электрический свет, а если очень жарко, в Индии – очень жаркая страна, мы там делаем кондиционеры, устанавливаем вентиляторы. Но когда мы придем на Кришну локу, Кришна драма, Богитель Кришны, там все исполнено покое, блаженство, всегда позарено светом, не может быть речи о беспокойстве, о том, как… I don't have money, how I could manage my family, make my family… Each night's law, and Jackie says, no, there… Продолжение следует… Продолжение следует… Продолжение следует… Продолжение следует… Саддмы… Продолжение следует… В качестве местных годов — огромное место для simplifiedxelmen… Уalous м Amaism… Но Aknes… Лора… Чешта… Всяя будет большая никюня… Саддма… Не AAaFsutraga… И даже там есть кад-бабрикши, деревья желаний, все, в чем вы нуждались, они вам могут дальше. Тысячи и тысячи лакши из службы Бхагавана Пришины пришли с благоговением и почтением. Там нет ни грязи, ни бедности. Здесь есть все. Все, что вы должны платить. За свет надо платить, за воду надо платить. Но там не требуется платить. Поэтому там Бог говорит, что это наш дом, наша гриха. Мы обладаем Бхагавана Пришина, поэтому это наш гриха, это наш дом. И Бхагуба Махарад всегда говорит, что приходите домой к Богу. Постарайтесь вернуться домой к Богу. Постарайтесь вернуться домой. Постарайтесь вернуться домой, И тогда вы будете очень счастливы. Вообще не будет никаких тревог. Зачем вы страдаете здесь? Потому что мы забыли о своем доме. Забыли о своем доме. А что мы теперь делаем? Однажды я сидел в арендах и слушал лекцию по Багатам. В конце лекции, после лекции один премьерный зал был в арендах и в арендах и в арендах и в арендах. И кто-то из присутствующих задал ему вопрос, почему, когда если кто-то просит милост у него, мы, членов искон, не даем? Ведь этот дхарма может помогать бедным. Прабудзи очень хорошо ему ответил. Он сказал, что царский сын блуждает по улицам и у всех просит подаяния. Если кто-то знает, что это царский сын, он никакой пожертвен, никаких денег ему дал и не будет. Он скажет ему, что ты сын царя, твой отец царь, почему бы тебе не вернуться к нему? Иди и верни, верни свой дом. И кто же по-настоящему помогает? Тот, кто отправляет нас обратно домой, это наш настоящий благожелатель. Тот, кто отправляет нас обратно домой. Никаких, никто не знает, что там, кто направляет нас обратно домой. Ни отец – Всевышний. Всевышний, Викторий – Всевышний. Всевышний – Викторий – Викторий. Там все есть. Так что почему он утрадал? Потому что мы не сгибли. Мы сгибли, мы сгибли, мы сгибли, мы сгибли, мы сгибли. Поэтому мы сгибли. Забыли свой дом, забыли своего Отца, поэтому страдаем. Бисмолитие означает забвение. Когда мы забываем Кришну, our father, supreme father, and eternal father, и забываем нашу eternal home, тогда мы приходим в этот майя. Когда мы забываем Кришну, забываем верховного Отца, нашу вечного Отца, когда мы приходим в этот мир, в майя. Это иллюзорная энергия Бхавана Кришны. И здесь мы говорим, о, мой отец, моя мать, моя страна, моя семья. Здесь мы говорим, мой отец, моя мать, моя страна, моя семья, столько всего. Кришна дает вам самсара, потому что мы забыли Кришну. А что ли самсара? В этом семейной жизни, в этом материальном мире, что там есть? Только духа, только miseries, страдания, ничего другого. И мы пытаемся сделать мир самым счастливым, чтобы в нем было много удовольствия. Старайтесь сделать все новые и новые изобретения. Сколько всего сейчас и флешки, и жёсткие диски? Некоторые лет назад ничего этого не было, до этого вообще ничего такого не было, или просто всё вспоминание. Книг не было, весьма не было. Просто Сатма говорила, и те, кто его слушали, всё вспоминали. Первое, сколько научных изобретений, всё равно мы не счастливы. Мы не можем стать счастливыми, потому что это не то место, где можно быть счастливым. Здесь всё временно. И всё приносит множество страданий, множество несчастья. Однако, будучи неотъемленными частицами Бхагавана Кришны, мы должны находиться в таком месте, где мы получаем искусственное удовольствие. Он абсолютно исполнит блаженство. А здесь мы не обретаем никакого удовольствия. Поэтому мы ищем удовольствие. Поэтому мы ищем удовольствие. Самыми разными искусствами. Вот, если у вас есть, давайте поставим кондиционер. После кондиционера, мы с кондиционером тоже страдаем. Я вижу в нашем городе, в Магимедии, в Магимедии. Они выглядят как здесь, потому что энергии. Некоторые говорят, что мы не можем выдержать кондиционер. Но он не приносит удовольствие. Потому что это не то место, где можно получить удовольствие. Чтобы вы не делали ради своего удовольствия, вы не получите удовольствие, пока вы установите связь с Бхагавалом Кришне. Поэтому мы должны вернуться домой. Мы должны вернуться к Кришне, чтобы мы смогли обвести блаженство. Такие сады, которые живут в лесу, в джумле. Они счастливы, потому что у них есть все, у них Кришна, поэтому они счастливы. Что было у шести гостами? Они жили под деревьями. Вы знаете, Камдамы были очень холодно, очень жарко, а они жили только в Камхе. И они были счастливы. Потому что они всегда помнили о Кришне. Благодаря этому они были счастливы. Если мы будем медитировать на Кришне, если мы будем думать о Кришне, если будем повторять имя Кришны, то ставим счастливы. А поскольку мы запыли о Кришне, то мы испытываем, поддерживаемся разным несчастьем, мы получаем данду. Данда означает наказание. И это место, где наказывают. Внешняя энергия Кришне создала это место. Она называется Майя Карага. Майя построила этот дом. Это преследовательство. Это преследовательство и от стерва. Те, кто нарушили законы, установлены в государство, они отправляются в тюрьму. Те, кто совершили какие-то преступления, такие люди отправляются в тюрьму. Почему мы здесь находимся? Потому что нарушили законы Бхагавана Кришны. Я знаю, что мы здесь в тюрьме и постоянно подвергаемся наказанию. И кто-то настоящему плачет о том, чтобы выйти из тюрьмы. Всегда они плачут, всегда плачут и плачут от этого. Таких людей, Бхагаван, очень сострадательны. Бхагаван устраивает все так, чтобы они могли вернуться. Он присылает гуру, саду и шастру. Если мы будем следовать саду, гуру и шастру, то очень легко сможем выйти из этой тюрьмы. Но очень много людей становится достойной того, чтобы они становятся Богом. Саду Раван сказал в Бхагаван, в Паджу, он сказал, Бхагаван. Среди многих тысяч людей лишь очень немногие желают достичь совершенства в жизни. И среди многих тех, у кого возникает такое желание, лишь очень немногие достигают совершенства. И среди тех, кто достиг совершенства, лишь очень немногие хотят обрести абсолютное понимание Бхагавана Кришны. Есть два вида рассмотрения, два вида понимания. Абсолютное и внешнее. Абсолютное понимание, абсолютное рассмотрение называется Тату Вичар. Тату Вичара и Абата Вичара. Тату Вичара и Абата Вичара. Абата Христу, тоже всегда... , .. не знаю, ты молνул о многих드�ия, пожар другие夢, то есть ли тупор лет, мобильные действия не постоят, приводиме и момента какой-то window. То есть Моми царапинков, Бхагаван Кришна сказал Абжуми Бхагдите, ты никогда уже не будешь снова рождаться, если ты поймешь Мое рождение, Мои деяния, если ты поймешь их в Татте, если ты обретешь абсолютное понимание этого. Что такое абсолютное понимание и что такое внешнее, калющееся понимание? Праджи-пасиддхан нала-дика-чаурам, нуман-дананан чадра-pula-чаурам, амикаданвардхи-тапапа-чаурам, чорадраганнан курсандаманит. Бхагава-чаурам. 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 Они остались обнажёнными. И тогда они были большей. Так что, если кто-то так рассуждает о Кришне, это внешнее рассуждение. Но, в действительности, Бхарава, Кришна, он был в домах, и воровал там масло, чтобы заставить удовольствие. Когда Кришна был использованием йогурт и прививали в воду, они думали о Кришне, они думали, когда придёт Кришна и упроёт масло. То есть, Кришна поровал масло, доставлял ему удовольствие. И они пришли к компленту с Кришна, но Кришна, когда он был слишком тяжелым, они пришли к жалованию на Кришну и Шадамате, но когда Шадамата стала строго говорить с Кришной, они сказали, нет, нет, не наказывай, не отчитывай его. Потому что он делал правильное глобусство и глобусство. Например, Кришна украл одежду. Одежда Гопи оставила их обнажёнными. Он имеет власть, имеет право для того, чтобы делать это. Потому что Гопи приняли его в качестве своего мужа. Они совершили вранту, они поклонялись богиня Катияни. Богиня Катияния, Богиня Катияния, оказала им Своя милость, благословила, чтобы они обряли Кришну в качестве своего мужа. Женщина может стать правой и стать одноженной только перед своим мужем. Таким образом, Кришна исполнен от желания. Таково абсолютное понимание. Но внешнее понимание таково. Таково Кришна распутник, Кришна ведет себя недостойно. Таково Таттва. Таково Таттва. Поэтому мы должны понимать все в Таттве. Должны смотреть с абсолютной точки зрения. И Бхагаван дал вам такой замечательный, самый легкий метод, с помощью которого мы можем прийти к нему. ПЕСНЯ 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 У Кришны такое разнообразие шахти, и все свои шахти в Он вложил свое имя. И он не установил никаких правил, никаких ограничений насчет того, как успевать святоиме. Вы можете успевать святоиме, когда вы спите, когда вы подрствуете, когда вы принимаете пищу, в любое время можно успевать святоиме. Даже нет запрет на то, чтобы повторять святое имя. Однако, когда я выдачу, я настолько неудачен, что у меня не развивается желание разбивать его святое имя. Все. День нам, шай Кришна, эйко-то-то. Это одно-то. Это значит, что нам и нани, то есть имя Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга. Все время мы получаем удары от Майи. Но, тем не менее, мы не поворачиваем лицо к Кришне. Так много, столько, столько, столько насчет, столько плачем. Но мы не поворачиваем лицо к Кришне. Поэтому Приджин столькими способами постарается присылать нам своих предантов, чтобы не поменять нам о воспевании святого имени. Он хочет привести нас в Его обитель. А мы говорим, нет, нет, нет. Я так занят, я сейчас не могу туда идти. Как раз один царь пришел к царю. К царь сидел и со всеми придворными собраниями. Царь сказал, о Махарад, это уже слишком, идите-ка вы со мной. Вы счастливы? Царь сказал, нет, я не счастлив. Столько обязанностей на мне, как я могу быть счастлив. Он мне сказал, да просто пойдемте со мной. Царь сказал, да я хотел бы пойти с вами. Но что мне делать? Такая ответственность на мне лежит, столько обязанностей. Царь сказал, да откажитесь от этих обязанностей. Просто идите со мной. Царь сказал, да, это хорошо, Махарад. Я не правильный, я хочу отказаться от этих обязанностей. Но эти обязанности не отстают от меня. Царь сказал, ну ладно, что я могу поделать. На следующий утро царь шел куда-то посаду. И слышит, кто-то кричит, защитите, спасите, я умираю. И он был в шатре, он тут же выходил в меч через. Кто это там? И побежал в ту сторону, откуда относился голос. Увидел того же самого Саньяси, который он вчера видел при дворе. Увидел Саньяси, обнимая тканючье растение. Сам без одежды. Тканючье пронзает его тело и кровь течет. Он сказал, пожалуйста, защитите меня. Он сказал, что это такое? Да ты просто перестанешь держать это растение. Ты просто руки разумеешь и перестанешь держать это растение. Зачем мне тебя защищать? И тогда Саньяси улыбнулся. Саньяси сказал, вот вчера я тебе то же самое сказал. Просто оставь это. И пойду к Самому. Но ты не послушал меня. Ты сказал, что мой ответственный сад. Ты сказал, как я могу избавиться от него. Я stress саду. Так что садится, ты не спрятен. И вы так крепко держитесь. Подобно этому, несмотря на множество страданий, множество несчастьй, мы не хотим покидать мир Майи. И хотим сделать дом Майи красивым. То есть нас не интересует этого. Так что я не знаю, где я люблю тебя. Вы говорите, что имя Кришна и сам Кришна за мной тоже. Я повторяю, что имя Кришна ничего не получил. Если кто-то успевает имя Кришна, он сможет увидеть образ Кришны, игры Кришны, качества Кришны. Все это он сможет увидеть. А я это не получаю. Так что, почему? Вы повторяете имя Кришна? С любовью к Кришне? С стремлением вернуться домой к Богу? Кришна сказал. Я не являюсь всеми картами людей. Меня скрывает Майя внутренняя энергия, Йога Майя. Как же мы можем увидеть его? Если он не уберет это покрытие скрывающего, мы не сможем его увидеть. Кришна сказал. Кому же он покажет самому себя? Если кто-то действительно хочет пойти к Кришне, он плачет об этом. И Кришна сказал. Посредством Бхакти вы сможете познать меня и посредством Бхакти вы сможете прийти ко мне. Бхагаван не способен прятать себя. Бхагаван очень рад жить в сердце Бхакти. Бхагаван очень рад жить в сердце Бхакти. Говинда говорит. Ваишнава это моя жизнь. В этот раз в Таих. Те, кто воспевает Святое Имя, кто обретает Бхакти, такие люди способны увидеть Кришну, есть Всевышнего. Когда Джива находилась в креме матери, Джива плакала, «О Бхагаван, о Господь, пожалуйста, вызвали меня из этого жалкого состояния». Я так страдаю здесь. Это очень тешно. Я даже шевелить, пошевелить здесь не могу. Здесь очень тяжело дышать. Не могу ни пить, ни есть здесь. Здесь очень темно, светлые. И всевозможные отвратительные жидкости тут. И какие-то червячки кусают меня. А кожа у меня очень нежная. Пожалуйста, вызвали меня отсюда. Я не хочу здесь находиться. Я хочу прийти к Тебе. Когда я вернусь, я буду молиться Тебе. Но как только живое существо рождается здесь, Мам. 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 Вы говорите Мам. Мам. Поговори Мам. Что вы думаете с мамой? Платч! Как брат плачет? Мама! Потом взимодействовала с отцом, с матерью, с братами, с сестрами, с детьми. И за дождь, я обещал совершать важен тебе. Ты же обещал об этом? Я висел в Тебе сверху, я висел в Тебе, я висел в Тебе. Поэтому, джипа, как же джипа снова вспомнить, как ты сейчас? Я Бхархаван Кришна очень милостив, и Бхархаван Кришна настолько милостив. Дорогие бедные Кришны тоже настолько милостивы. Это Махантаслава, это свойство Махантаслава, это свойство Махантаслава. Таким образом, Гуру дает нам Харинаму. Гуру дает нам имя, чтобы мы повторяли его. Таким образом... Таким образом... 15 минуты. Идем мы поговорим о истории. Мы сейчас расскажем одну историю, и на этом закончим. Идем мы поговорим о том, что он был один мальчик, который был с вами Пуана. Когда он был четыре года, его и отец и мать не верили. И у него была также другая жена у его отца, у которой осталось жить. И ее звали Махамады. Махамады очень любили Махамады. У нее своих детей не было и Махамады были ей очень дороги. Так что она была очень дорогой и эффектом, что братья получила хорошую образовательность. И она была очень хорошей. Она с такой любовью и нервничей к нему относилась, что он и хорошего образования не получил, и пошел неверным путем в пожизни. Махамады были очень хорошей. Так что, Махамады стал немного старым. Может быть, 30 лет. Он начал пить спиртное, курить. У него появились друзья. У него появились брюши. Махамады был на собутыльнике. У него было шесть друзей. Так что эти шесть друзей всегда приходили в его дом. Они сидели и пивали, 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 играли, гамбли, и все это. Курили, возрастные игры играли. Однажды пришел ко мне к Буанат по его груде. Сказал, дорогой Буанат, я сейчас собираюсь в Тиртхаяту. Я хочу оставить тебе своего коня. Я знаю, что ты умеешь заботиться. Я не хочу оставить никого. Но вы должны заботиться о моем коне. Гуанат сказал, да? Я знаю, что ты мой дорогой ученик, ты сможешь заботиться. Пожалуйста, я очень люблю этого коня. Ты очень хорошо заботишься о нем. Хорошо, Гуанат. Можете идти. Я не заботюсь о коне. Через какое-то время Мачеха Буанат тоже умела. И теперь никто не успел обеспечить. И он уже все делал в своем доме. И курил, и пил. И постепенно распродал все имущество. Так что он не успел обеспечить. И у него денег на приобретении спиртнул не осталось. Так что его первого друга звали Мадана Чандра. Мадана Чандра сказал, Мадана Чандра сказал, Дорогой мой друг, Если у тебя не медленно, то мне нужна вдруг вина. А то сегодня же твой друг Мадана Чандра умрет. Он сказал, что вы думаете, что вы будете счастливы? Что будешь счастливы? Так что, пожалуйста, сделай что-нибудь. Второй друг, он очень расстрелился на Мадана. Его имя называется Крудхадни Сарма. Он сказал, «Эй, Баланат, до сегодняшнего дня вы будете видеть мою сладу». Вы хотите видеть мою сладу? Он сказал, «Ты что, не знаешь, кто я такой? Я тебя могу ускепилить». Баланат очень испугался. Что делать ему? «Если ты быстро не принесешь две или четыре бутылки вина, я тебя беру». Третий друг тогда Лохан Чандра. Он язык показал. «Ты видишь, у меня язык исток уже». «Ты уже столько дней не обеспечиваешь меня вино». «Ты знаешь, какое у меня сейчас состояние? Я просто на грани смерти». «Сделай, пожалуйста, что-нибудь». «Сделай, пожалуйста, что-нибудь». «Иначе я умру». «Когда Махам Руссан сказал». «Когда Махам Руссан сказал». «He was only screaming, Он просто выражал, без жалобы, как-то выражал свои чувства, но даже ничего не говорил. Он сказал, дорогой мой Баланат, если ты сократишь поставку нам вина, как мы выживем? Why are you calling me here? You cannot have any wine book for me. Rather, I must go faster, but I shall not come to you, going with fasting, but don't do like that, you call me and don't give me wine, what is this? He was only out of anger, there was only so much grief and anger. Шестой просто был охвачен горем и гневом, у него даже сил не было, чтобы сказать, у него просто были красные глаза, большие красные глаза. Теперь у нас билет, денег нет, и теперь все шесть друзей наседают. И тут он подумал, в городах оставил у меня конец, и я могу его продать, и тогда я смогу принести вина, хотя бы дней на пять-шесть на эти деньги я смогу. Он сказал друзьям, не волнуйтесь, мы принесем сейчас бутылки вина, пожалуйста, помогите мне продать этого коня. Они очень обрадовались, тут же помогли ему, продали коня и закупили вина и сколько-то дней были очень счастливы. И после этого,tail где-то доказали. Мой конт нападал друзья, и ты... Мой кот заболел и умер. Мой кот заболел. Какой болезнь? Горбец не поверил. А когда он умер? Сколько дней назад? А где труп? Кто в том поле? А мне можешь показать? Могу. Пошел с этими шестью друзьями. Показал в этом состоянии какой-то скелет. Скелет умерших коровы. Короды и лежит там. Горбец сказал, Баланат. Сказал, Баланат, молокоя работ не было. Но в этом, это мать. Я спрашивал, Баланат. Горбец, я не знаю. Это мать. Это мать. 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 Сказал, это мать. Это мать. Вот это реальный полезный заменимый горошком. Дабургер понял, что очень много баланатских камней против Мады, Мойши, Мацари. Иллюзия гордыни и завистью. Поэтому он не смог позаботиться о моем плане. А что это за конь? Этот конь Святоимя. Гурланд Святоимя. Но из-за того, что мы настолько сильным влиянием находимся в Мады, Мацари, Мады и Мацари, мы не можем хорошо успевать это имя. Поэтому, когда мы получаем святое имя от святое имя, мы должны научиться внимательно, осторожно повторять святое имя. Все, что благоприятно для Бабцы, мы должны принимать. От Того, что не благоприятно для Бабцы, мы должны отказаться. От Того, что благоприятно для Бабцы, мы должны принимать. Все это никогда не поможет нам на пути Бхакти. Если вас будут одушевлять эти шесть друзей, тогда что с вами произойдет? Бхаланат решил обмануть своего Гуру, но разве можно обмануть Гуру? Вы можете обмануть Саддху. Вы, выступая на него, вы будете обманывать. Бхаланат хотел обмануть своего Гуру, однако ему это не удалось. Гуру все хорошо понял. Гуру все хорошо понял. Гуру все хорошо понял. Гуру все хорошо понял. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА